Субтитры создавал DimaTorzok Держали напряжение и болельщиков, и команду «Факел» обидно, что проиграли на последней минуте, но закон футбола, его никто не отменял, не забиваешь ты, может быть ошибка в обороне. У нас было три реальных шанса для взятия ворот, это только во втором тайме, и в первом тайме тоже были моменты, где мы могли открыть счет в матче. Я думаю, что по игре мы выглядели на хорошем уровне, по результату, конечно, один прыг. Как вам игра вашего вратаря, который вы заявили? Ну, что выбирает форму, вратарь достаточно опытный, я думаю, что в дальнейшем, и сегодня, в частности в игре, он принес определенное спокойствие в игру в обороне, и в нескольких моментах сыграл на своем хорошем уровне. Поэтому, я думаю, для нас это хорошее приобретение, и в дальнейшем он будет в своей игре прибавлять. «Факел» сыграл так, как вы примерно ожидали, вы просматривали, потому что вы, в общем-то, очень достойно выглядели. Как это? Ну, «Факел» – хороший раздражитель, я думаю, для любой команды, особенно здесь, вот у нас матча, болельщики, и нам тоже хотелось показать хорошую игру. Мы готовились к этой игре, учитывая то, что мы у себя дома сыграли не совсем удачно. Поэтому, я считаю, что, во-первых, «Факел» хочется пожелать хороших успехов в дальнейшем, потому что команда достойна для того, чтобы выйти в первую лигу. Но и мы на этом фоне смотрелись достаточно хорошо. Оказалось, что сегодня нашим футболистам не хватило класса, так оно и есть? Ну, много ребят молодых, мы понимаем, не только класса, где-то может быть и сил, потому что у нас играли ребята и 95-го года рождения, которых мы намеренно взяли в команду, команда на перспективу. И, я думаю, вот эти трудности, которые у нас сейчас в начале чемпионата, если мы их преодолеем, то команда выйдет на новый уровень. Продолжаем нашу послематчную пресс-конференцию. Ваше внимание, Павел Пантелеевич Гуси, главный тренер футбольного клуба «Факел» в Воронеже. Павел Пантелеевич, ну, по традиции, первые впечатления о матче, поэтому вопрос. Ну, если брать игру и расценивать с точки зрения результата, естественно, что я удовлетворен и благодарен ребятам, что проявили в сложных климатических условиях характер. И все-таки смогли вырвать на флажке в последних секундах эту победу. Если брать с точки зрения качества игры, есть очень много вопросов. Очень много вопросов. Качество игры меня в сегодняшней конкретной ситуации не удовлетворило. Что не удовлетворило? Не удовлетворило то, что мы предполагали, что команда «Калуга» будет обороняться в готовность к этой игре, просматривая видеозаписи игры, что команда будет обороняться в 10 человек и пытаться за счет стандартов решить какие-то положительные стороны, результаты для себя. И мы просили ребят о том, чтобы максимально обрисклить игру. К сожалению, это не получилось, особенно в первом тайме. Было очень много поперечных передач, передач назад, через лотаря, хотя необходимости в этом не было. Медленно развивали атаку. Линии обороны не было, первого паса, обостряющего вперед, дабы отсечь. При стандартных положениях, у них 5-6 человек всегда участвовали в закручивающих действиях, и при стандартных положениях нужно было отсекать эту игру. По первому, там мы большие претензии к фланговым игрокам. Они насыщали центр поля, и здесь смещались практически по отношению к плечу, на пол поля. Я просил через центральных полузащитников выход в два касания через центрального полузащитника и быстро разворачивать акцент атаку в противоположную сторону с активным подключением крайнего полузащитника с нашей стороны, с противоположной стороны атаки. К сожалению, этого тоже не было. И как следствие у нас было недостаточно, скажем так, таких подходов, которые могли реально закончиться моментом. В первом тайме единственный момент был, когда Слава Сушкин отдавал пяткой на ход Жиляеву, и Коля просто не исполнил ближний угол щекой, хотя по ситуации-то нужно было завершать данный момент. Во втором тайме были моменты, но это уже в концовке, когда уже такое пошло, скажем так, на наживах и стали играть на результаты. И еще раз говорю, очень благодарен Деградам за то, что на последних секундах по-другому победу проявили характер. Ну и это в сопернике дело, все-таки это не в «выксах» сегодня была, да? Сегодня была такая очень моторная команда. Очень организованно оборонялись они, очень организованно оборонялись. Если вы проанализировали, ну начало только чемпионата, ну наверняка же следите, и мы обладили на это внимание. Они в двух играх пропустили один мяч, и один мяч из-за глубейшей ошибки вратаря. Они сыграли 0-0 в Пензии, и 1-0 в Пензском уступили. Очень организованная команда, мощная команда, мобильно достаточно все. И естественно, что в таких условиях обороняться легче, чем созидать много. Много нужно при позиционной атаке. Мы просили быстрой атаки, но они, к сожалению, не проходили, потому что они очень сильно насыдили свою половину поля. И не совсем правильно Коробов в этой ситуации играл. Пытался обыгрывать на своей половине поля, или вдалеке от штрафной площади. А он опасен с его дриблингом, с его скоростью, с его пластичностью, вот именно в пределах штрафной площади. И при таких габаритных защитниках, как у них 5-й и 8-й номер пара синхронных защитников, я просил группу атаки и фланговых, и Желяева, и Коробова, и Сушкина, и Белькова от группы атаки. Мяч вниз и делал, что, к сожалению, такая игра не получилась, потому что очень вязкая нога, зона они нам не давали, скажем так. Бекетов не обострял на насуне, да? Да, здесь со второй позиции обостряющие передачи должны, прежде всего, вы правильно заметили, от Бекетова, потому что Дубровин у нас играл более ниже немножко, а от Бекетова мы просили, что от него должна идти угроза. Со второй позиции и проникающие передачи в штрафную площадку, к сожалению, это было очень много.